андрюха курпатов я тебя обожаю андрюха вопрос от журнала машины и механизмы по мнению авторов журнала все известны до сих пор процессы машины механизме которых можно разобраться так и человек в каком-то смысле машина правда понять как он устроен очень сложно как же все-таки работает человеческий механизм познания мира вопрос очень общий я хочу тем более курпатов не знает на него ответа потому что он все это психолог а психологи не занимаются познанием мира прежде всего чтобы мы с вами признали собственную интеллектуальную неполноценность то что если мы дуну я в принципе признаю интеллектуальную неполноценность доктора андрея курпатова поэтому ну окей признаем мы что мы можем со всеми вопросами в этом мире разобраться то мы явно не в себе эволюция не готовила нас к тому а можно же эволюции не было чтобы мы могли ответить ну ты же не знаешь была или нет ты даже не исследовал о её это просто поверил ученым как бы корпатов ты просто поверил ученым и все ну ребята же мозгами особо занимался ты просто же поверил ученым и все вопрос она готовила нас познавательный аппарат для того чтобы мы могли выжить а не готовила у нас не для квантов q нового дуализма не для понимания промежутый даже не привяз tea chcia а квантова волновые и дуализм, как бы. Ну, Курпатов, давай честно. ...очетных форм в эволюционном развитии и так далее. Мы не были к этому готовы. И иллюзия, что мы можем со всем разобраться. Если вы спросите любого серьезного ученого, физика, биолога, химика, считают ли они себя компетентными в своей области, поверьте, они скажут вам, что они знают совсем чуть-чуть о... Скорее, нет чем, да. ...очень локально. Ну, именно, да, в своей области, смотря на сколько мы локально его спросим. Вот, вот такой будет ответ. Но Курпатов здесь торопится, торопится. Отвечать не будут. Специалисты в узкой сфере. И даже в ней у них куча вопросов. Ну, да, конечно, решаются вопросы. Если наука перестанет решать какие-то вопросы, то ученым просто как бы... Кушать будет нечего. Если они перестанут исследовать, они станут не нужны. Ау! Ученым невыгодно заканчивать научные исследования. Дядя! Алло! Хорошо, спасибо. Вернулся. И мы приветствуем, кстати, Скриптонит. Мы реально приветствуем его очень хорошо. Привет! Хорошо. Супер. Возвращение блудного сына. Ну, Курпатов просто немножко не понимает ничего в теории науки, конечно. В теории философии науки. Он разбираться неизбежно наталкивается на... Он просто для обывателей сейчас говорит. ...те части реальности, которые... Это Курпатов, доктор Курпатов, известный психолог, автор множества научно-популярных книг о всяком дерьме, вроде мозга, ну, такое. Популяризатор науки, один из самых современных, самых модных сейчас. Трудно представимы нашим мозгом, которые сложно не только представить, но и понять, как это работает. Да, может быть, он хотел сказать корпускулярно-волновой дуализм, действительно. Я тоже подумал об этом. В этом смысле, то, что касается механизмов... А что такое корпускула, он мог бы еще спросить. Что такое корпускула? Что такое волна? Что такое дуализм? Действительно, мы очень неплохо справляемся с тем, чтобы понять, каким образом различные силы, используемые в работе соответствующего механизма, приводят к соответствующему результату. А то есть мы можем что-то узнать, да? Да, вопрос сохранения энергии, инерции, гравитации, там, и так далее. Зная эти законы, мы понимаем, каким образом машина достигает соответствующего эффекта. Это вовсе не значит, что мы понимаем, как на самом деле она работает. Это очень тонкая вещь для понимания, но и сложная. Но я хочу, чтобы вы действительно... ...дату. Но по большому счету, это всегда вопрос сохранения энергии, инерции, гравитации, там, и так далее. Зная эти законы, мы понимаем, каким образом машина достигает соответствующего эффекта. Это вовсе не значит, что мы понимаем, как на самом деле она работает. Ну вот интересное высказывание. Я здесь даже придираться не буду. Я, может, даже позитивно к нему отношусь, потому что действительно... ...действительно, в общем-то, не значит, что мы понимаем, как она работает. Когда мы применяем к ней теорию, да? Очень тонкая вещь для понимания, но... Да, да, да. ...сложная. Но я хочу, чтобы вы действительно над этим задумались. Вот возьмем, например, компьютеры и программное обеспечение, да, железо и программы. Нам кажется, что с этим все понятно. Мы понимаем, как работает железо, мы понимаем, как работают программы. Компьютерные программы вроде бы программируются людьми, и с ними тоже должно быть все понятно, да? Но давайте вздумаемся в те реальные технологии, которые сейчас используются в создании искусственного интеллекта. Они используют технологию нейронного обучения, таких вот нейронных сетей. По сути дела, это принцип, который в свое время был открыт в нейрофизиологии, и его автором является Петр Кузьмич Анохин, наш с вами соотечественник, великий ученый. У него это называется акцептор результата действия. Это вот специфический такой механизм, который помогает нашему... Мне перед собой некую цель постоянно перестраивать собственные поведенческие реакции для того, чтобы этой цели добиваться, доходить до нее. Точно так же примерно работают и нейронные сети, когда мы занимаемся программированием. Мы учим их достигать результата, но мы вовсе не знаем, каким образом соответствующая программа достигла этого результата. Возможно, вы слышали про такой суперкомпьютер, который называется IBM Watson. Это очень знаменитая машина. Ее знают, потому что она выиграла в свое время в Джапарте. Это такой аналог своей игры, такой телевизионной программы. Очень сложно выигрывать там. Выигрывали всякие Бессерманы и прочие Бурда и другие интеллектуалы. Но вот IBM Watson способен выиграть в этой очень сложной игре, где много ассоциаций. У человека, по сути дела, это искусственный интеллект, который сделан именно таким образом, с помощью программирования нейронными сетями. Когда вы спросите у господина Ферручи, который, собственно, является родителем IBM Watson, каким образом его машина дает правильные ответы в игре в Департе, он скажет вам, я не знаю. Нет, в целом, вот буквально со второй минуты где-то пошел нормальный контент. Слушайте, я на самом деле не очень уважаю Андрея Курпатова, но то, что он сейчас говорит, в принципе, хорошо, позитивно. Оценю. Он же ее программировал. Уграют те принципы, которые заложены в программу, который позволяет ей достигать соответствующих результатов. Но он не знает, каким образом, руководствуясь этими принципами, она пришла к тому или иному результату. Точно так же, когда мы с вами говорим про человека, про то, как его понять, как разобраться с физическим познанием, мы сталкиваемся ровно с той же ситуацией. Мы можем сейчас, благодаря современным исследованиям нейрофизиологии, понимать... Мне в Курпатове не нравится то отношение, которое... Он, в общем, научный догматик, во-первых, что плохо. Научный догматик, абсолютный научный догматик. Верит абсолютно в научные теории, там, не знаю, философию серьезно не рассматривает, на философию ему плевать. Вот в этом смысле он мой конкурент и противник даже. И в целом очень примитивный противник, потому что о философии он знает совсем чуть-чуть, зато критики полные штаны там у него были в некоторых видео. Но сейчас он рассказывает вполне так себе интересные вещи и вполне так себе компетентно. У меня даже взгляд на Курпатова немножко изменился, потому что я думал, что он просто научно-популярный идиот, который вообще ничего не знает, просто пишет популярные попсовые книжки, абсолютно банальные, в которых изложены идеи, которые изложены были уже тысячи раз до него. А тут что-то интересное, хотя здесь тоже изложено тысячу раз до него, видимо, но хотя бы не такая нетривиальная информация и не совсем для быдла даже получается. Интересно. В принципе, работает система, что там гравитация, что там закон сохранения энергии, что там вот эти внутренние механика, которая заставляет крутиться эту машину. Но мы не знаем, каким конкретно образом в каждом конкретном случае... Ребята, быть поклонником Витгенштейна во многом и значит быть антифилософом, как ни странно. Напоминаю, что Витгенштейн считал значительную часть философских вопросов бессмысленными. И, собственно, наш друг Курпатов, поклонник Витгенштейна в том смысле, что Витгенштейн считал философские вопросы бессмысленными. В этом смысле он является последователем Витгенштейна. В самом незначительном его достижении, в самой херовой болтовне, которую Витгенштейн допустил в своей философии, по сути. Эта машина приходит к этому результату. Поэтому самое главное, что нужно помнить сократовский принцип. Я знаю то, что я ничего не знаю, хотя другие не знают даже этого. Мы должны помнить об ограничениях собственного мышления. И тогда мы более внимательны к тому, чтобы видеть главные принципы работы и научиться их реконструировать. Но добиться полного понимания... Можешь пояснить за философские вопросы? Там отдельное видео большое есть. У меня на канале. Бессмысленные, потому что их не только нельзя свести к логике, их нельзя свести к логике и верифицировать одновременно. Вот. Прежде всего верификация. Здесь вопрос верификации ставится. Ну то есть смотрите, вот я Александр Шадов. Подожди. Подожди. Я Александр Шадов, вот есть очки. Я указываю на очки, вот очки, я их верифицирую. Типа все. Если мы не можем так сделать, значит мы не можем об этих очках говорить. Если мы не можем о них говорить, о них следует молчать. Все. Пошли нахер очки. То, о чем мы не можем говорить в указательном таком смысле, то, что мы не можем свести к единичным атомарным предложениям, ну вот то бессмысленно, оказывается, по Витгенштейну. Печально. Возникает ощущение, что вам все стало понятно. С машиной или с мозгом. Но на самом деле Курпатов здесь заблуждается. Он думает, что он воспроизводит какую-то мудрую вещь, типа надо немножко сомневаться, и тогда мы будем опознавать законы все лучше и лучше. На самом деле он воспроизводит известную научную догму. Все. Это обычная догма. Ничего здесь такого нет. Да, я знаю, что ничего не знаю. Ну, а потом он начинает перечислять, что на самом деле мы познаем из этого, и что мы приближаемся на самом деле к познанию. Напоминаю, что в эфире с Бояршиновым Бояршинов говорил точно такую же вещь на самом деле. Ну, то есть это крайне распространенная в науке трактовка, то, что ученые постепенно приближаются к истине. А какая истина-то? Где истина? Где вы видели эту истину? Вы ее знаете, эту истину? В лицо, может быть, вы ее видели? Может, она ее вообще нет? Может, там несколько истин? 50 тысяч истин, может быть. А вы какой-то приближаетесь? Или не приближаетесь? Что вы вообще истины считаете? И считаете ли свои критерии, ну, приближающими к истине? Ну, видимо, считают. Значит, догма. Догма. Значит, что-то дознаете. Но претендуете на знание. Если не претендуете на знание, то и методы ваши не должны претендовать на знание. Сами методы должны ставиться под сомнение. Если они ставятся под сомнение, то ничто не истина, и ничто не приближается к истине даже. Как ни странно. ...поведением человека, или с вами сами... А истинный смысл, действительно разные вещи, но мы здесь разбирали уже немножко другое. Перешли от смыслов к истине. В вашей жизненной ситуации, поверьте, вы именно в этот момент и допускаете ошибку. Не торопитесь... Не, ну то есть здесь он вполне так себе в рамках научного дискурса проводит приемлемое рассуждение. Никаких проблем не вызывает. Он меня немного удивил даже. Истина соответствия наших представлений реальности. Если к этому вердикту я понял, достаточно. Достаточно для решения какой-то задачи. А-а-а. Не значит, что вы поняли до конца. И вот эта способность озадачиваться и искать новые-новые факты для того, чтобы видеть глубже, видеть объемнее, видеть сложнее, это тот навык, который мы должны в себе формировать для того, чтобы... В смысле, я как скептик не должен класть хуй на верифицированность, я на все должен класть. Скрипт один. Даже не должен. Я должен класть даже на должен, как бы. И опять же не должен. Опять же не должен. Никому ничего не должен. Чтобы машины и механизмы в нас работали... И даже сомневаюсь в том, что никому ничего не должен. ...эффективностью, и мы достигали тех результатов... И даже сомневаюсь в том, что я сомневаюсь в том, что я никому ничего не должен. Окей? Окей, и до бесконечности. Ну, на самом деле, в моих глазах он немножко поднялся, я реально думал, что он просто, ну, такой вот необразованный дурачок, который говорит какую-то научно-популярную херню. А нет, нет, оказалось, что под ним что-то еще есть, немножко более глубокое.